Рассказывая об этом доме, невозможно, конечно, не вспомнить Меншикову Александра Сергеевича, одного из владельцев этого дома. Это был правнук Александра Даниловича Меншикова, известный военачальник, участвовал в русско-турецкой войне, был на царевой службе. Человек, который проходил дипломатическую службу, был на военной службе в русско-турецкой войне, в заграничных походах. После этого он был в свете Александра I. Очень известный человек и в войсках, известный его начальник, имел несколько ранений, имел заслуженные ордена. Это был образованный человек, у него была одна из лучших библиотек в Петербурге, остроумный. Через некоторое время, в 910 году, дом был приобретен казной для великого князя Михаила Александровича. Михаил Александрович Романов, младший брат Николая II, член Государственного совета, очень много у него регалий, крупный военачальник. В 1912 году в Вене вступил в марганатический брак с Натальей Сергеевной Шереметьевской. За это его осуждали. Николая II, в общем, здорово его осуждали по этому вопросу. Он был уволен со всех должностей и постов. Ему было запрещено возвращаться в Россию. И он жил с женой в Европе. Там родился у них сын Георгий. Субтитры создавал DimaTorzok После начала Первой мировой войны, он запросил у Николая разрешение вернуться на родину и служить в армии, где командовал Кавказской туземной конной дивизией. 2 марта 2017 года Николай II отрекся. Формально Михаил Александрович 16 часов правил стороной, но затем тоже отрекся в пользу учредительного собрания. Помните, кто-то там был Керенский, ну и остальные там любят. 13 июля 2018 года был похищен из гостиницы вместе со своим коммердинером Джонсом. И убит Большаяку Мясниковым в районе местечка Малая Язовая. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот мы совершили прогулку по нашему красивому городу, ну всегда красив и в дождь, и когда солнышко светит, посмотрели на дома. Я иногда так хожу с фотоаппаратом по городу и думаю, как много интересного вокруг, как просто органически не хватает времени для того, чтобы все посмотреть, что-то где-то прочитать, пофотографировать. Ну вот что Смок вам показал. Всем удачи, всем пока, всем привет!